и в таком состоянии производится и один эксперт пробирал в составе поддельную косметику там был моча животных и у меня вопрос почему поставили такую поддельную косметику на первой странице? как они могут продавать в 8 странах? и я не понимаю почему так жестко вот на корейском языке не очень понятный всем привет это кьян добро пожаловать в моем канале я кореянка из кореи я недавно выложила в инстаграме вопрос вы заказываете косметику из whiteberries? оказывается несколько количества людей заказывают косметику из whiteberries и поэтому я решила посмотреть в whiteberries сайте корейское косметику посмотрела и я была просто в шоке потому что топ продаж поставила товары оказывается на первой странице продается подделька еще это очень хорошо продается я думаю что мне нужно вам рассказать правду решила вот так делать видео поехали когда я набирала корейское косметику я не видела косметику которая в корее очень хорошо продается уже не пользуется такой косметик бейкинг паудер я уже в прошлом видео рассказала это в корее 10 лет назад появилась мало кто пользуется и думаю что джигут эта марка в СНГ странах очень популярна потому что очень дешево в корее на самом деле мало кто знает и марки одежды называют джигут кореянки думают что джигут это просто одежда еще я нашла некоторые товары косметики это немножко непонятный корейский язык я не могла рассказать потому что в корее нет одного отзыва но там говорят что сделали в корее мне моя подружка отправила фото в магазине в многих магазинах продается я не хочу обидеть вас если помогли с корейским языком тогда могли бы лучше сделать штриф тоже очень старый стиль я думала что в 1970 году они сделали косметику возможно только мне кажется странной поэтому я спросила у друзей и подружки и они тоже согласились потому что перевод на корейском языке не очень понятный и я попросила моей подружке заданную страницу оправить фото чтобы я могла точно посмотреть в корее сделано или нет оказывается это в корее сделали я даже их офис посмотрела в интернете эта компания существует и разные косметики создала поэтому можете использовать но я думаю так что эта косметика для СНГ странах сделали и на самом деле такие косметики очень много это Pumpkin Sleeping Pack из Too Cool for School у тебя было очень много я была в щеке потому что Too Cool for School некоторые даже думают что не бывает уходовая косметика смотрела интернете можете покупать еще я думала и это в корее раньше вообще не продались и как они могут продавать в СНГ странах у меня тоже есть потому что я получила от байера и он сказал что так как в России очень хорошо продается он сам производил для СНГ странах поэтому это в корее производили вот продается тональный крем для лица у нее тоже много отзывов и я не понимаю почему так же продается этот кушон еще я видела очень много подделок от этого кушона это от Миша очень давно не продается в Корее такой кушон от Миша коллаборация с маленькими животными где-то 5 лет назад у нас продались можно найти в интернете но новый кушон от Миша выглядит вот в таком виде но там продается 378 это как-то не понимаю возможно они тоже производили но забудешь чтобы в СНГ странах продавать иногда хулика хулика алое гель я даже покупала от этой космической подделки вот это настоящий эта поддельная стоит 200-304 рублей а эта стоит 170 рублей вот посмотрим как это отличается подчеркивала плохие ингредиенты я думаю что там слава богу продается оригинальная косметика алое гель это летом после загора чтобы успокаивать кожу мы пользуемся в нем есть 7 нехорошие ингредиенты для детей я не советую поэтому я хочу чтобы вы знали об этом топ страница поддельная косметика и точно там написано корейская косметика авокадо и больше 30 оттепов тут написано Корея республика корейская косметика в китайском языке написано особенно это в китае очень популярная была как гриб в корее никто не знает я точно могу сказать это не зеленое в корее вот если видите я уже нашла в алиэкспресс другой тип тоже самое кушен это в корее тоже часто продается что я вижу тоней мори томатопек помидоры эта косметика тоже где-то 12 лет назад появилась в корее больше не продается в магазинах когда я позвонила в магазине она сказала только через интернет можно найти компания косметики постоянно придумывает новую идею зависит от корейского тренда косметики а сейчас техника и составы ингредиенты намного лучше конечно я не очень часто пользуюсь одну косметику несколько лет потому что каждый год лучше и лучше становится косметика и тут очень часто вижу косметика от лимони вот так выглядит ой я искала но не показываю поэтому не могу сказать о этой косметике и Дема Корея в Казахстане очень популярная я посмотрела их сайт в интернете но они получили официальные сертификаты и документы поэтому эту компанию можно доверять потом косметика Амуре Фейста в Казахстане в России тоже популярна и тут больше тысяч отзывов с начала я думала что это разве корейская косметика недавно я делала производство встречу и они там рассказали из этих странах приехали в Корею и сам попросил делать косметику поэтому это косметика точно сделали в Корее можно доверять я сам побывала их офис даже разговаривали хорошая и большая компания на заводе сделали и у меня вопрос почему поставили такую подзывную косметику на первой странице сколько раз видела подзывную косметику от этого бренда вот это в России очень популярна ну возможно вы думаете что это просто сделали повторяли корейскую косметику я могу доверять эту косметику потому что точно написано где сделана эта косметика в чистом условии еще в составе все написано почему когда я набираю корейскую косметику вот этот товар показываю и тут тоже написано корейская маска корейский бренд но сделана в Китае поэтому вам нужно знать еще 900 штуки очень много похожих штуки вот это еще вот такое но я не знаю из чего сделана эта косметика оригинал вот так выглядит в течение 5 лет в корее продались 8 миллион штуки подделки если в корее 8 миллион тогда как вы думаете сколько штуки продались в вашей стране это один блогер рекламировал и больше миллион просмотров российская компания косметики официально обновлял что это была подделка вот возможно вы говорите но все равно это другая компания просто копировали но я когда встречаюсь с хозяином косметики они так сильно расстроятся сколько денег они потратили чтобы проверить эту косметику тестирование а просто как тоже самое косметику если люди не могут отличать пиковую косметику они будут купить это продается но на самом деле это не оригинальная косметика это оригинальная косметика под подделка косметика если вы не знаете как проверить подделку косметику я думаю вы тоже возможно купите подделку 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 опасно одна девочка купила балзам потому что это дешевле в интернете продались она не знала что это подделка и после того как она навазала все приклеились губы она не могла открыть рот оказывается в этой косметике очень сильный клей который пользуется для ремонта мне очень страшно вам рассказать поддельная корейская косметика в таком состоянии производится и один эксперт проберил составе поддельную косметику и там мача животные я просто была в шоке у нас на заводе перчатки маски одеваются специальный костюм в очень чистые условия делаю косметику из государства работники внезапно приезжают на завод и проверяют но если вы каждый день нюхаете косметику и пользуетесь особенно рядом глазами эксперты сказали в серьезной ситуации возможно будет выкидывать воспаление легких поэтому я очень хочу чтобы вы знали насколько поддельная косметика опасная если вы не знаете как отличать поддельную косметику я уже сделала видео вы можете посмотреть я не говорю что в Whiteberries продается поддельная косметика там корейская косметика производили в Корее но не продается в Корее это косметика большинство можете доверять это было мое личное мнение я хочу чтобы вы знали какие составы и ингредиенты подойдут вам спасибо что посмотрели я надеюсь что это видео вам полезно было не забудьте поддерживать меня с лайком и обязательно подписывайтесь пожалуйста тогда аня если у вас есть вопросы оставите в комментариях пожалуйста приятно спасибо пожалуйста Продолжение следует...